Здравствуйте, друзья! На сегодняшнее видео меня вдохновил вопрос одной из моих подписчиц о том, как же себя чувствует орхидея Оля, которая 22 октября попала мне в руки. Что я хочу сказать? Вот посадочка, вот орхидея Оля, но листья её не выполняют уже никакой функции, они сохшиеся, как пергамент, вот даже так можно. Корешок, который отрос, он там, ну, сверху его тут, конечно же, не видно, вот он, вот он, его видно, он закукленный, и у орхидеи, я так понимаю, ни на что уже не хватает сил, но она в прямом смысле слова не умерла на 100%, вся ещё не иссохла, и где-то в серединке, там он, у неё в шейке, ещё теплится жизнь, каким-то маленьким огоньком, и у меня не поднимается рука её выбросить, но и ждать от неё чего-то особо не приходится. Хотя, ещё не прошло 4 месяца, ой, пардон, тьфу, господи, 6 месяцев не прошло, и для появления детки 4 месяца это не срок, поэтому можно ещё подождать. Я надеюсь, я ответила на вопрос, как себя чувствует Оля. Новых корней у неё нет, ничего у неё нет. Стоит себе спокойно. Но дальше показываю вам оставшиеся две подъездные орхидеи, спасённые с мороза. Листик. И, смотрите, наконец-то корешочки! А она у меня стоит на стеллаже, вот так повёрнутая, и я ничего не вижу. Подхожу к ней, смотрю, голову наклоняю, ничего не вижу. А тут вот решила видео снять, и думаю, дай-ка возьму, покажу тоже. Давно про подъездные орхидеи не было ни слуху, ни духу. И вот что я обнаружила. Хочет жить. Пошли корни. Дай бог, чтобы дальше скорость только увеличивалась. И раз растёт листик, то орхидея обновится. С удовольствием, я думаю. Вот такая подъездная орхидея, вот дата её приезда ко мне, декабрь. В принципе, всё нормально. Два месяца полных, даже уже три. Вот ещё одна орхидея подъездная, но у неё вот и ничего и нету. Никакой динамики стоит она. Корни у неё не пропали, хоть немного и подсохли сверху. Листья, ну, как бы потерян тургор, но ещё здесь вот нормальный, например. Но никаких пупрышков, там, каких-то корешков или намёков на них нету. Следующую хочу показать орхидею. Сейчас аккуратно её возьму. Она у меня в таком приспособлении. Как бы над водой она стоит. Там горшочек с дырочками, а вот здесь вода. Вот это прекрасный результат. Кочерыжка была полностью голой. И смотрите, со всех сторон вот эти попушки, попушки, попушки торчат. Вот это вот порошок такого цвета коричневого. Это корица молотая. Вот листик внутри. Один лист орхидея отсушила. Она 5 февраля ко мне попала. Так что, ну, динамика налицо просто. Причём я её ничем не обрабатывала, не прыскала ни янтарином, ни какими-то адаптогенами, стимуляторами. Ничем. Просто вот поставила над водой. На пьедестале она стоит. Простите. На пьедестале и там водичка всё время. Всё, стоит. Я её не трогаю под подсветкой. На стеллаже. Хороший результат. Дальше. Вот есть такая малюсика, которая, честно сказать, думала, что отправится прямиком в Орхарай. Вот корешки у неё пропали сейчас. Но есть ещё здоровый корень один. Номер 97. Тургор последнего листочка. Вот он. Здесь была гниль. Гниль такая, мокнущая гниль. Обрабатывать Максимом здесь опасно, ибо всё здесь такое нежное, маленькое. Всё это может сгореть. Но, посмотрите, у неё была маленькая пупочка вот здесь вот. Вот, вот, буквально вот как этот вот, не знаю, этот листик, чашелистик, как его назвать. И я думала, что это всё просто постепенно развалится, и всё. И до свидания машем ручкой. Но он начал расти. Он начал расти. Корень воздушный, закукленный. Но один вот есть в грунте. То есть он питает это. Не знаю. Я предполагаю, что это детка. Потому что на умирающем растении и вот, ну, какие-то похожие, ну, как бы, чешуйки, как листочки. И слишком приплюснутый вот этот вот кончик. Ну, будем смотреть. Потому что, ну, посмотрите, это вообще-то кроха, которая пострадала от гнили. И я даже не знаю. Может быть, конечно, она всё-таки пропадёт. Но не будем о грустном. Убираю её в сторону. Ну, смотрим дальше. У меня есть такие две вопросные орхидеи. Не могу сказать, что они проблемные. Но обратите внимание. Вот они две. Это орхидеи с потерянными точками роста. Обе. Обе. Причём корни, ну, как-то вот они есть, но они не растут. И тут вроде есть. Ну, так. Не прям, не шибко, густо. Но они есть. И здесь они есть. Тоже вот какие-то там не сильно как-то, но есть. В чём вопрос? Вот, если обратите внимание, цветоносы на них я не обрезаю. Потому что я, видя, что орхидеи без точки роста, надеюсь на появление детки. В данном случае орхидея пробудила почку, но вырастила мне цветонос, который отцвёл благополучно, по-моему, там одним или двум цветочкам фиолетовым, по-моему, каким-то, если я не ошибаюсь. Здесь есть ещё одна почка. Я питаю надежду, что, может быть, из неё появится детка. Потому что из прикорневых почек ничего не появляется. И, возможно, их просто там нету, активных почек. То есть из них когда-то выросли корни, а новых почек не наросло, потому что шейка уже не удлиняется. То же самое по этой орхидее, но, ну, как бы, тут нету вот там ни деток никаких, ни почек. Там вот что-то беленькое. Чё это беленькое? Водичка, наверное, после сегодняшнего опрыскивания попала. Я её не дам там остаться. Возьму просто, напросто. И вот таким вот путём ваточку сюда и промокну. Вот и всё, в принципе. Всё. Точку роста промокнули, которой там нету. Так что я хочу сказать. Вот это белое с зелёной губой написано. Она цвела месяц. Тоже вот без точки роста детку не дала, а цветение дала. И у неё, посмотрите, пробудилась почка. Вот сейчас только вот вам снимаю, а я заметила. Вот сейчас, наверное, я чешуйку вот эту сниму. Да. Вот так. Немножко, чтобы полегче ей было. Всё. И тоже, замрёт она или разовьётся? Во что она разовьётся? Ну, надеюсь, что это будет детка. Потому что, я не знаю, если у вас есть опыт такой, и были в ваших коллекциях подобные экземпляры, которые абсолютно не торопились давать деток, и, возможно, у них и нету на это как бы ресурсов в плане почек, да, откуда может детка появиться. Вот сколько она может стоять до того, как погибнет? Годами, не давая ничего из себя и просто существуя. Вот у меня такой вопрос. Был ли у вас такой опыт, и к чему это всё пришло? Может быть, просто закончилось терпение? Или как вообще? Вот. Поэтому прошу откликнуться обязательно, если у вас был похожий опыт. Потому что у меня, если честно, тоже уже кончается терпение, да, всему есть предел. Когда я не вижу ни роста, ни динамики никакой, ни положительной, ни отрицательной, то складывается впечатление, что растению уже просто ничего не нужно. И мне тоже. Поэтому вот такие новости. Это обзор реанимашек, или непонятно, как их назвать. Ну, половина реанимашек, половина непонятно кто. Спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки. Мне приятно, вам полезно. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok